Ну понятно, что если Black Sabbath грешники, то горите вы все в аду, будьте вы прокляты. Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squadboard Shop. Как же я по вам, друзья, соскучился. Надеюсь, вы уже переболели, привились, в общем, готовы ворваться в эту жизнь. А ворваться нужно на стиле. А что такое стиль? Стиль это кроссовки. Что такое кроссовки? Кроссовки это... Ну какой самый первый бренд приходит вам в голову, когда вы думаете о кроссовке? Естественно, Лакай. Самый такой популярный, можно сказать, бренд в мире. И у этого замечательного бренда вышел коллаб с одной из лучших межгалактических рок-групп нашего и не только нашего времени. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы. Сегодня мы поговорим про коллаборацию Лакай и Black Sabbath. Придурок, правда? Ну да ладно. Вообще, реально, почему я так рад? Потому что коллаборация реально очень и очень крутая. Во-первых, у ProRider'а Лакай Райли Кока вышла новая модель. Райли 3. Кстати, самый интересный момент. Так как всего здесь будет 4 пары кроссовок, я поэтому немножко еще до сих пор не буду так сразу угадывать, где какая. Ну вот она, Райли 3. Чем она интересна? На сайте Лакай она уже полностью распродана. То есть вышла она небольшим тиражом, о чем указано на коробке Лакай Лимитед Фотвир. Выглядит она... Кстати, здесь еще с каждой коробочкой идет плакатик. К сожалению, не Black Sabbath'овский, но и так хорошо. Я думаю, у вас, как у настоящих фанатов Black Sabbath'а, плакатики есть. Вот так вот выглядит профессиональная модель Райли 6.3. Ну, в принципе, все классически для Лакая, все классически для скейт-тапок. Но сам Райли говорит, если бы я еще в детстве знал, что сразу будет у одной из моих любимых фирм про модель, где буду я и где будет Black Sabbath, одна из моих любимых групп, которую я с детства слушаю, почти все альбомы наизусть знаю, то я бы не знаю. Ну вот я бы не знаю, случилось, появилось сразу 4 модели в этой коллаборации, одна его профессиональная модель. Выполнена она очень так хорошо. Все, лого Лакай, название группы Black Sabbath. Здесь у нас такой вот маленький падший ангел на подошве, классическая такая прямая подошва, как раз для катания. Бумага у нас без надписи Black Sabbath, но зато коробка очень прям такая хорошая получилась. На коробке у нас изображена группа, как раз начало своей деятельности. Кстати, знаете, откуда пошло название Black Sabbath? Как вспоминает сам Ози Осборн, ой, мы тогда столько пили, поэтому мы сами не помним, как это все зародилось. Но, скорее всего, это из-за фильма с Борисом Карловым, который назывался Black Sabbath, ну или Черное Мессо. Я немножко погуглил, действительно, в момент образования группы в Штатах шла кинокартина, которую перевели как Black Sabbath. Вот. Что самое интересное, это была кинокартина с тремя новеллами. Каждая из них рассказывала какие-то, как было написано в описании, классические произведения литературы, но которые прям вот немножко были гипертрофированы про ужасы. Получилась, ну, такая средней чушести 60-х годов поделка про ужасы, где играл Борис Карлов. Причем он там играл не в каких-то ролях, а просто как рассказчик поступал перед этими киноновеллами. Ну, то есть я понял, что ребята реально упоролись очень сильно, чтобы свою группу назвать в честь вот этого никак не относящегося к делу кинопроизведения. А мы перейдем к следующим кроссовкам, которые у нас есть. Раз уж мы начали говорить про Black Sabbath и про их концерты, концерты с самого начала гастролирования группы это была вещь в себе. Ребята бухали и употребляли просто немерено, что было видно на всех концертах. И вот здесь вот видно абсолютно радостного Ози Осборна, который как бы показывает, что Black Sabbath это, конечно, не про, как мы могли подумать, какой-нибудь сатанизм, а Black Sabbath это про весело провести время с очень плохими и вредными вещами. Ребят, синька зло. Ну, как бы, когда рассказывать весело, а так плохо. Тоже у нас здесь все написано Black Sabbath Master of Reality, название уже третьего альбома группы. Кстати, тоже прикол. Не так давно вышла коллаборация Dr. Markins и Black Sabbath. И там она была посвящена первому и второму альбому. А здесь они уже пошли на другие, более известные альбомы, ну, что тоже прикольно. Так, тоже у нас здесь Limited Locked Footwear написано. Посмотрим, что это у нас за модель. Модель у нас, ну, естественно, куда бы, куда же скейт-бренду без слепона. Вот такой вот слепон получился с фотографией с концерта, который у нас здесь есть. Тоже с надписью Black Sabbath сбоку. В общем, такая, ну, немножко рок-н-ролльная вещь. Хотя, честно скажу, что вот если по крутости ставить, слепоны мне понравились меньше всего. Но, опять же, я сам по себе слепончики не очень люблю, а вам они могут понравиться. Следующая модель, про которую хочется рассказать, это переиздание классической модели Telford. Наверное, одной из самых таких узнаваемых винтажных моделей LOKAI. Тоже она у нас идет вот в таком вот упаковке. Наверное, это отсылка к третьему или четвертому альбому. Нет, к четвертому. Ну, короче, у них альбом, который Volume 4 назывался, без каких-то познавательных знаков. Скорее всего, отсылка к нему. Сами по себе кроссовочки получились тоже такие, прям как Black Sabbath, черное мессо. Не побоюсь этого слова. Такие вот черные. Внутри у нас еще надпись. We sold our souls for rock'n'roll. Мы продали свои души рок'n'roll. Я видел, как бы, особняк Ози Осборна и достаточно дорого продали. Интересно, где-то еще можно принимать наши души к рок'n'rollу? То, может, я тоже бы на такой особняк поменял. Хотя, с другой стороны, я видел его жену и детей. Не, наверное, не надо. Не надо это все. Окей, еще раз надпись Lock'n'roll, еще раз надпись Black Sabbath, черное. Еще у нас здесь есть падший ангел. Вот так вот сбоку. В общем, такая, ну, для любителей скейт-классики, если такие у нас есть. А я надеюсь, что они у нас есть. Эта модель очень и очень зайдет. И модель, которая в нашем хит-параде занимает призовое, самое главное место, это вот эти вот замечательные кедики под названием Newports. Newports. В общем, тут уже начиная с обложки, все очень хорошо. Never Say Die. Тоже один из классических альбомов Black Sabbath. Вот такой вот падший ангел. Смотрите, какие у него волосатые ножки с попами очень сексуальненькие. Ух, смотрю и сразу так, ай-яй-яй, Дима. Ну ладно, не важно. Вот, тоже красивая коробка. Над коробками постарались, тут ничего не скажешь. Опять небольшая здесь подборка макулатуры. И сами по себе кеды. Давайте на них посмотрим чуть-чуть повнимательнее. Наш неизменный оператор говорит, что они просто очень крутые, и он даже думает о том, чтобы в них покатать. Я не особо кататель, но мне они тоже понравились. Действительно, очень хорошие, очень мягкие кеды. Посмотрите на эту великолепную черную замшу. Посмотрите на цветовую гамму, в которой она представлена. Она немножко повторяет цветовую гамму огня. Ну, понятно, что если Black Sabbath, грешники, то горите вы все в аду, будьте вы прокляты. Вот, неважно. В общем, вот такие вот очень интересные и очень классические кеды для катания на скейтбординге. Логотип Black Sabbath с названием альбома «Испадшим ангелом» у нас здесь есть. Лого Лакай у нас сбоку. Лого Лакай, хорошее слово-сочетание. Лого Лакай, Лого Лакай. Вот, еще раз у нас здесь «Падший ангел». В общем, еще одни очень крутые, очень хорошие кеды. Вообще, вся коллаборация мне очень понравилась. Хотя бы даже тем, что здесь есть четыре модели. Ну, кому-то нравятся тапочки с липоны, хочется им кадр с концерта Оззи Осборна. Да, пожалуйста, есть у нас эти тапочки, мы про них рассказали. Кому-то хочется современную модель, связанную с Райли Холком, замечательным райдером. Как-нибудь тоже про него хорошо расскажем. Он очень крут, умеет вот так подскакивать, переворачивать скейт. Очень крутой райдер. Кому-то нравятся высокие кеды, как вот этот Ньюборд. Кто-то хочет вспомнить, какие кеды в скейтбординге были когда-то. Есть такая классическая модель. В общем, можно выбрать из очень неплохой подборки. Очень красивые коробки, очень хорошие кеды. Поэтому, друзья, обратите внимание, уже совсем скоро снимут все ограничения, я надеюсь. Уже совсем скоро будет уже нормальная температура, в которой можно кататься. Да и сейчас тоже можно кататься в скейт-парках. Поэтому, друзья, на страницу сквата Бордшопа заходим. Заходим в магазины сквата, покупаем всю эту коллекцию и катаемся, катаемся на скейтбординге. С вами был Дмитрий Егоров. И, наконец, небольшой вопрос от меня. В каком альбоме Black Sabbath в качестве продюсера стал гитарист группы из Лос-Анджелеса? И другой участник группы из Лос-Анджелеса, певец этой группы, солист этой группы, принял участие в записи того же альбома Black Sabbath. И почему этого альбома нет в официальной дискографии группы Black Sabbath сейчас? Ответьте в комментариях. Призов у нас сегодня не будет. Но я буду рад, если вы это все ответите. И лично вам отвечу, что вы молодцы. Вообще, все время нравится отвечать на ваши комментарии. Еще раз, давно не виделись и безумно рад, что вновь начинаем общаться. С вами был Дмитрий Егоров. Squatboard Shop. Катайтесь на скейтбординге. До новых встреч. Пока.